Кто сам делает? Вот абсолютно всё. Мне кажется, это адский труд, да, вот такое сделать? Ну, пожалуй, да. Лена меня отвезла, в общем, в традиционную голландскую семью, да? Показать, как живут, несколько поколений, что они делают своими присадебными участками, так сказать. Вот. Говори всё своими руками. Ну, я так понимаю. Да. Хорошо. Что ты ещё расскажи, давай, пока эфир идёт? Ну, что голландцы очень-очень много времени проводят на улице. Как только выходит первое солнце, они наслаждают, выходят, выставляют свои лица на солнце, достают пиво, то есть еду готовят, праздники всякие проводят. Плюс в Голландии праздновать день рождения не обязательно в тот день, когда ты, собственно, родился. То есть люди часто ждут лета, и тогда вот они празднуют. Поэтому у нас бывают дни рождения здесь сразу два-три человека, типа отмечают его. Ну, вот так вот. Ну, вот с огорода какие-то яблоки нам приносили, больше ничего свистного здесь нет, в основном цветы. Ага, ясно. А на верхних этажах там пианино, которые он реставрирует, да, всякие? Нет, пианино, кстати, на первом этаже. Сейчас мы Лена спросим, может, мы его посмотрим. На нижнем этаже, по-моему, два пианино стоят. На верху там тоже какие-то есть? Сейчас мы Лена спросим, а для него можно будет. Ага. Вот такой вот быт голландский. Слышишь, я бы даже три метра на три не смогла красиво поухаживать. Ну... Вот, например, здесь же надо все обстричься в кусты. Да, понятно. Ну, слушай, но это же не в культуре, понимаешь, то есть они с детства там поколениями как бы, да, грубо говоря, все это делали. Да, 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 то есть это их... От каштана бы я этого сумасшедшего. Здесь же столько вот от него опадает лиски. Слушай, зато как красиво как это все выглядит. А, еще что есть сумасшедшее. Значит, здесь есть очень часто голландцы какие-то для птиц делают, куда они прилетают поесть, поклевать. Но самое ужасное, омерзительное, что я видела, домики для насекомых. То есть прям они продаются, они как маленький вход. С котами, веточками. Сейчас я вот так отскочу. Я не знаю, для мух, для пчел, для червяков. И дети наблюдают за ними, то есть детей учат даже насекомых. То есть это в естественной среде, да? Это ставят им дом? На улице, да. Обалдеть. И они там вот как бы дерево с маленькими пупырышками. Я тебе покажу потом. И как бы... Ну, это как домашний живот.